Товарищи Воротников, Зайков, Слюенков, Рыжков, Соломенцев и другие официальные лица. В течение многих лет мы повторяли эти имена как мантры. Мы не знали об этих людях почти ничего, кроме их парадных портретов в цехах и строчек официальных биографий. Но они, как некие безмолвные языческие боги, правили нашей жизнью. В октябре 1941 года по Москве ходили слухи, якобы Сталин и все члены Политбюро покинули столицу. Это усиливало панику людей, опасавшихся, что оборона города вот-вот будет прорвана. Но во время легендарного парада 7 ноября на Красной площади на трибуну Мавзолея поднялось все Политбюро, включая Сталина. Публичное появление руководителей страны было одним из факторов, которые изменили настроение не только в Москве, но и в других частях страны. После войны в 1945-м была сооружена центральная трибуна Мавзолея Ленина. Именно на ней в позднесоветский период люди привыкли видеть членов Политбюро. Ритуал приветствия граждан с трибуны Мавзолея оставался незыблемым даже в конце перестройки, когда Политбюро уже не играло такой огромной роли в жизни страны. Здравствуйте. Это исторический журнал «Власть факта». Мы связываем факты прошлого и настоящего и ищем в них смысл истории. Члены Политбюро. Кем были эти люди в жизни? Что такое Политбюро вообще? Некая ширма власти или реально действующий орган? Кто и как принимал важнейшие решения в жизни СССР? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Олег Витальевич Левнюк, профессор МГУ, доктор исторических наук. Добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Сергеевич Цыпко, главный научный сотрудник Института экономики Российской Академии наук, доктор философских наук. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой первый вопрос будет. А Политбюро вообще конституционный орган? Вот как была записана функция Политбюро в системе органов власти? Такого, наверное, Политбюро не было в Конституции, но в Конституции была статья, которая давала легитимность этому органу. Шестая статья? Руководящая роль КПСС. И вообще, когда вы говорите, как правили, кто были люди, ну посмотрите реально. Начиная с октября 1917 года, и эти люди, и все мы были в каком-то смысле одинаковыми, потому что мы все были рабами и проводниками идеи строительства, победы коммунизма в мировом масштабе. И поэтому нельзя сравнивать вот эту власть с царской властью и так далее. Это идеологизированная власть. Это власть людей, которые служат какой-то особой миссии. Другое дело, вот если честно, то, конечно, вот эта идеологизация во время Ленинского Политбюро уменьшалась к Сталинскому Политбюро. Совсем исчезла вот этих людей, которых вы назвали. Она закончилась в 70-е, 80-е годы. Абсолютно верно. И поэтому, если вы так посмотрите, то вы поймете, почему в конце концов система распалась. Вот эта идеологизация, верность, идеи, она уже потом... Вот я помню этих Ленинского Политбюро в мае 87-го года, я был в группе, которая готовила доклад, экономический доклад, 87-й июньский. Это были такие же люди, служащие, которые выполняли поручения Горбачева. И даже вот ничего личностного, я помню, обсуждали мы публично вот этот доклад на июньском пленуме 88-го года, никто из них привнести не мог. Хорошо, так кто же они тогда были? Это что, просто функционеры? По уставу партии, Политбюро имело вполне четко обозначенные функции. Политбюро должно было руководить деятельностью партии промежуток между заседаниями пленумов. Поскольку Политбюро избиралось... Пленумов ЦК. Пленумов ЦК. И не каждый месяц даже, Политбюро брало на себя вот такие вот функции руководства партии. Партии или государством? Вот что меня интересует. Ну, а поскольку партия была руководящей силой в государстве, то, естественно, Политбюро руководило государственными. Вот я хотел бы вас спросить, а были ли случаи, вот я не имею документы, когда бы Политбюро не согласилось бы... При Горбачеве уже были случаи, я сам свидетельствую. Ну, Горбачевская уже отдельная история. А вот при Брежневе, были ли случаи, когда Политбюро не согласилось с решением Генсека? Это очень важно, потому что если были случаи, тогда этот орган имел какую-то... А если не было случаев, то во многом тогда получается, что это, в общем-то, технологическая структура при генеральном и так далее. Вот по поводу ввода войск в Афганистан. Были споры, но, по-моему, не было ни одного случая. Ни одного случая. Тут вот в чем самая большая проблема заключается. Как историки, мы можем изучать деятельность Политбюро, ну, так скажем, в более-не менее полном виде до 1953 года. Начиная с 1953 года до 1964, то есть Хрущевский период, у нас есть такие возможности для изучения на основании архивов деятельности этого органа. Однако они уже гораздо меньше. Просто можно сказать, что вы правильно сказали, вот обратив внимание, предположим, на пример Афганистана. Афганистан, да. Что на самом-то деле, видите ли, в Политбюро всегда существовали разного рода не только формальные, но и неформальные механизмы согласования интересов и предлительного согласования интересов. Существовали узкие руководящие группы. И, насколько я знаю, при Брежневе она тоже существовала. И как раз вот решение о вводе войск в Афганистан принималось не на официальном заседании Политбюро, условно говоря, хотя, вероятно, потом было оформлено от имени Политбюро, а вот как раз на священии такой узкой руководящей группы, в которую входил там Андропов, Усинов, Громыко, ну и сам Брежнев. Но не Политбюро в целом. Значит, октябрь 80-го года. Солидарность. Вполне серьезно обсуждается проблема входа наших войск для защиты завоевания социализма в Польше. По этой же модели. Суслов сначала, потом, правда, отказался, уже к концу года отказался. Суслов стоял за это, вот повторение вот этой тактики в отношении Чехословакии. Завод войск от Суслов. Брежнев колеблется, создает группу по изучению этой проблемы. Говаривает, разговаривает с Гериком, да, чем никто не знает у нас на польском языке. Да, мои дорогие, Брежнев говорил... Брежнев говорил по-польски? Ну, естественно, про Шапана. Вот, он говорит с Гериком, и Герик ему убеждает его в том, там появляется потом через несколько дней письмо 20 польских генералов в штаб Министерства обороны, не на политбюро, где они говорят, что если будет входить в Польшу, будут входить войска ГДР, то мы будем вынуждены сопротивляться. И Брежнев, учитывая все эти факторы, принимает решение отказаться от самой идеи. А уже, как известно, в октябре, там вот на границе с Белоруссией уже готовились наши войска войти. Но, тем не менее, Брежнев такое важное решение... И, насколько я понимаю, политбюро уже некий, так сказать, финальный орган, утверждающий решение, где я слышу, что практически всегда единогласно голосовалось на политбюро. Если были какие-то разногласия, они вот на этих, так сказать, рабочих группах... В идеале так, конечно. А можно вот спросить, меня всегда волновал вопрос, вот я перечитывал вот этот Ленин строго секретно, вот все эти распоряжения Ленина, ну, по поводу расстрела, репрессий, убить как можно больше этих рекционных священников и так далее. Вот эти известные документы и так далее. Есть такие документы, да. Да, вот. Очень много таких его непосредственных приказов к репрессиям. Вот. А у меня вопрос. Вот это обсуждалось на политбюро? Или это было строго секретно, это решение Ленина? Нет. Ну, такие вопросы, как эти директивы, о которых вы упоминаете, ленинские, которые касались определенной ситуации, они обсуждались далеко не всегда. Хотя, конечно, вот события, которые происходили в связи с изъятием церковных ценностей, восстаниями... Да, это апрель 22-го года. Да. Вообще вся эта кампания очень внимательно отслеживалась в политбюро, обсуждалась постоянно, и это выносилось на свидание. Это выносилось, да. Да, рассматривались, рассматривались. Рассматривались на политбюро, и эти вопросы, и, ну, предположим, и дело промпартии рассматривалось на политбюро. И бухаринское. И решение, решение об аресте Бухарина принимал, точнее, передача его дела в НКВД принимал пленум ЦК, февральско-мартовский пленум. Николай Бухарин, членом политбюро, 27 августа 1936 года. Пишу вам, товарищи, пока есть еще капля душевных сил, не переходите грани в недоверии. И, прошу, не затягивайте дело подследственного Николая Бухарина. «Помните, что есть люди, которые искренне ушли от прошлых грехов, и которые, чтобы не случилось всей душой и всем сердцем, пока оно бьется, будут с вами». Путешествуя по Средней Азии в августе 1936 года, Николай Бухарин получил известие из Москвы. Его имя фигурировало на процессе над Зиновьевско-Троцкийским центром. Обвиняемые Зиновьев и Каменев дали против него показания. Ни мешкая ни дня, Бухарин вылетел в столицу. Из своей квартиры в Кремле он и написал членам сталинского политбюро отчаянное письмо, где утверждал, к троцкистской линии он не имеет и не имел никакого отношения. Что мерзавцев расстреляли отлично. Воздух сразу очистился. «Я во всех областях с подлинной убежденностью защищал линию партии и сталинское руководство. Я считал и считаю, что только дураки могут предлагать другую линию». Но это обращение к членам политбюро не помогло Бухарину избежать судьбы Зиновьева и Каменева. «Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии». Так охарактеризовал его Ленин. После победы революции Николай Бухарин стал автором ключевых программных документов большевиков. За ним закрепилась роль главного идеолога. Не зря с 1917 года он работал главным редактором газеты «Правда». В 1920 году Бухарин написал работу «Экономика переходного периода», где анализировал практику военного коммунизма. Пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи, утверждал Бухарин. Это не помешает ему спустя несколько лет стать активным сторонником НЭПа и автором лозунга «Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство». Играя одну из ведущих ролей в партии, Бухарин оставался только кандидатом в члены Ленинского политбюро. После смерти Ленина Бухарин сбежается со Сталином. Они называли друг друга Бухарчик и Коба, в то время как с другими партийцами так не фамильярничали. В июне 24-го Бухарина наконец избирают членам политбюро. Он помогает Сталину в борьбе с Троцким, участвует в разработке концепции строительства социализма в одной отдельно взятой стране. Но сталинский курс на всеобщую коллективизацию и индустриализацию Бухарин не поддержал. В ноябре 28-го года на пленуме ЦК его позиция была названа правым уклоном. А спустя полгода Сталин скажет, «Вчера еще личные друзья, теперь мы расходимся с ним в политике». Сохранились шаржи, созданные Николаем Бухарином в 20-е годы, когда он был членом политбюро. По ним видно, как менялась атмосфера в стране и партии. Вот, например, два шаржа. Энергичный деятельный Сталин в 2028 году и человек с мрачным и жестоким лицом в 2029. 29-й год стал переломным для многих, в том числе для Николая Бухарина. В ноябре его вывели из членов политбюро. Вплоть до своего ареста Бухарин занимал довольно скромную должность в Высшем Совете Народного Хозяйства, был главным редактором газеты «Известия» и «Надеждой новой советской интеллигенции». Его посредничеством при общении с властью пользовались Мандельштам и Пастернак. Николай Бухарин стал обвиняемым на третьем московском процессе. Был признан виновным и расстрелян в 1938 году. В начале 80-х в Китае начнется всплеск интереса к Бухарину как ученому экономику. А в эпоху перестройки и в Советском Союзе появятся работы, где о нем будут писать как о неиспользованном шансе России. А с какого момента Сталин становится, так скажем, единоличным лидером? И, собственно, как я понимаю, в сталинскую эпоху никто не противоречит. С какого года? Года с 30-го? 29-го. Ну, я бы сказал, скорее, что с 29-го года. С пленумом, да. То есть дискуссия была возможна, Сталину можно было возразить до 29-го года. Ну да. Это был, конечно, процесс, понимаете? Поэтому очень трудно назвать какую-то конкретную дату. Ну, там уже видно. И тут, мне кажется, надо тоже чувствовать качественную разницу между Ленинским политбюро и Сталинским. Это, кстати, колоссальная разница. Там они соратники Ленина, апостолы, идущие за своим этим богом. Но они себя чувствуют как бы в безопасности. Вот это корпорация соратников, объединенных идеалами, объединенные и так далее. А вот мне кажется, что Сталинское политбюро противоубийства Кирова – это уже другой совершенно тип людей и взаимоотношений. Вот там страх, особенно после репрессий, там уже нет корпорации. Изначально зачем Ленину политбюро было? Это вот само возникновение политбюро. Ну, это, конечно, во многом было вызвано технологией. Дело в том, что партия должна была кем-то управляться. Абсолютно верно. И первое время, ну, политбюро возникло, вы знаете, в 17-м году, как орган такой рабочий, а потом его как бы воссоздали в 19-м году. А что же было до 19-го года? До 19-го года как бы партией управлял ЦК, собираясь регулярно на свои плены, очень часто собираясь. Он был маленький, компактный, туда входило всего там несколько десятков буквально человек. Но все-таки стало ясно, что даже в таком составе собираться так часто, даже в таком ограниченном составе, все-таки затруднительно. Потому что то люди в разъезде, то еще что-то, у кого-то какие-то есть проблемы. И вот тогда возникла эта вот идея создать руководящие органы. И было образовано политбюро, секретаря, торгбюро, которые должны были вот заниматься разными аспектами деятельности партии от имени съезда, от имени пленума. Ну а постепенно, это очень часто, между прочим, бывает, когда узкие руководящие группы, созданные какой-то более широкой корпорацией, захватывают в конце концов власть в свои руки. Это, в общем-то, такой как бы закон развития институтов властных. И так бы произошло это. А кто изначально был представлен? Вот как-то прописано, был регламент политбюро? Кто обязан был по должности быть представлен в политбюро? Ну нет, такого не было. Ну, речь шла, конечно, лидер партии, естественно, в Ленин не мог не быть членом политбюро. Каменев, конечно, приближающийся. Каменев, Рейков, Томский, Склянский. Да, Сталин вошел в первый состав политбюро. А затем, по мере отработки механизма, вот, глядя уже, скажем, на Хрущевск-Брежневский, Министр обороны, министр иностранных дел. Министр обороны, министр иностранных дел. Первый секретарь МК, КПСС. Как правило, первый секретарь Ленинградского не всегда. Ну, хотя, когда был Киров, да, но вот Жданов долгое время был кандидатом. То есть тут еще зависело от веса данной фигуры. В кинозале подошел к нам высокий, худощавый, с весьма неглупым, удлиненным лицом человек. И уверенно протянул мне руку. Очень энергично стал ее трясти и говорить что-то о своем крайнем удовольствии от Ивана Денисовича. И тряс, будто теперь ближе и приятеля у меня не будет. Вот загадка, отчего он так горячо меня приветствовал. Ведь при этом и близко не было Хрущева. Никто из политбюро его не видел. Значит, не подхалимство. Для чего же? Так Александр Солженицын вспоминал свою первую встречу с человеком, который потом сыграет в его судьбе решающую роль. Спустя 12 лет именно Михаил Суслов стал главным идеологом компании, которую принято называть «Травлей Солженицына». Неудивительно, ведь он вообще отвечал за всю идеологию страны. Почему же Суслов был так приветлив с писателем в 62-м году? Некоторые историки говорят, потому что один день Ивана Денисовича пришелся ко времени. Был разгар оттепели. Другое дело, 74-й год. Хрущевская эпоха давно закончилась, а Солженицын передал на Запад для публикации первый том архипелага «ГУЛАГ». И он вышел в Париже. Такое поведение писателя с линией партии никак не совпадало. А для Михаила Суслова следование этой линии было главным на протяжении всей его жизни. Парадоксально, что в то же время у него была своя собственная линия поведения, от которой он никогда не отступал. С этим человеком приходилось быть осторожным даже Брежневу, не говоря о других членах Политбюро. В 70-х он оставался единственным, кто дотошно изучал труды Ленина и придерживался аскетизма, который был принят у отцов-основателей советского государства, но совершенно забыт в Брежневскую эпоху. Генсек подавал Политбюро пример роскошной жизни. В коллекции автомобилей Брежнева были самые дорогие модели, в основном подаренные зарубежными руководителями. Леонид Ильич любил быструю езду и лихачество. Михаил Суслов в те же годы продолжал ездить на видавшие виды Волги и никогда не превышал скорости в 60 км в час. А о том, чтобы брать дорогие подарки, и речи быть не могло. Единственное, что он принимал от посторонних со сдержанной благодарностью, это книги. Неудивительно, ведь все писатели Советского Союза были в его власти. Именно он решал дать книге жизнь или наоборот, изъять уже отпечатанные тиражи. В таких крайних случаях даже убытки государства не смущали рачительного и аскетичного Суслова. Он, ходивший десятилетиями в одном пальто и калошах, говорил, на идеологии не экономят. В верхних эшелонах власти над ним иногда посмеялись, но очень аккуратно и сдержано. Его педантизм, калоши, которые давно уже никто не носил, всем известные пальто и привычка хрустеть суставами, не могли не вызвать легкой иронии. Впрочем, смешанные с пиететом. А в творческой среде знали, Суслов непреклонен, если речь идет о принципиальном, но излишней гневливостью или мстительностью он не отличается. Один из мощников Суслова вспоминал, к примеру, такой случай. В 1968 году по личной инициативе Дмитрия Устинова с поста главного редактора журнала «Журналист» был снят Егор Яковлев. Но Суслову объяснили суть инцидента, и карьера Яковлева не была закончена. Он стал корреспондентом газеты «Известия». История невозможная во времена предыдущего ответственного за идеологию Андрея Жданова. «Два раза в год Суслов имел обыкновение вызывать к себе главного бухгалтера ЦК, открывать перед ним ящик стола, где лежала зарплата за последние шесть месяцев, и большую часть ее отдавать в партийную кассу», вспоминал бывший работник аппарата ЦК. Михаил Суслов переводил деньги в Советский фонд мира на благотворительные цели. Человек, которого многие считали душителем свободы, для других был филантропом. Последний аскет в позднем советском политбюро ушел из жизни за 10 месяцев до Брежнева. Похоронен он рядом с Иосифом Сталиным. Это символично. По версии российского историка Роя Медведева, Сталин видел своим преемником именно Суслова. Но вот Суслов, все-таки, посмотрите, если посмотреть на политбюро, не ленинское, не сталинское, а уже конец 70-х, 80-х. Все-таки средний возраст его членов достаточно высок, что позволяет всей этой кремлинологии и так далее говорить вот именно о кремлевских старцах. Насколько политбюро позднее Брежневского периода было эффективно и не являлось ли оно уже в таком, так сказать, обличии своим тормозом развития страны? Ну, оно не было там все старцы. Там были молодые. Был Воротников, председатель Совета, министр в РСФСР. Ну, сколько было ему? Ну, где-то 31-го года, по-моему, этот ровесник Горбачева. Он чуть-чуть старше был. Был Романов. Поэтому вообще, мне кажется, когда мы связываем, это очень характерно для посткоммунистической прессы, вот кризис СССР с геронтологией, со старцами, о том, что это упрощенное представление. На самом деле проблема в том, о чем я попытался объяснить в начале нашего разговора, что все-таки вот эта структура, которая вылезла из экстремальных условий гражданской войны и несла себе вот печать этой экстремальности этих задач, она превращалась уже в более такую рутинную управленческую организацию, управленческую структуру. И это было просто связано с вот закатом вот этой идеологемы, которая связывала. И поэтому дело не в этих людях, а дело просто вот в естественном распаде вот этой чрезвычайной страны, выросшей из чрезвычайных условий, где сверху была миссионистская идея, и где логика гражданской войны продолжалась напротив многих лет. Это неизбежно должно было рано или поздно умереть. И поэтому... Вы знаете, вот рано или поздно умереть, вот здесь такой вопрос хочу поставить. Вообще в логике российской истории подобные органы власти, коллегиальные там, или может быть при императоре, закрытые, они повторяются, они воспроизводятся? Ну это не могло быть. Я вот категорически против такого сравнения. В царской канцелярии, его императорское величество канцелярия. Вы не забывайте, по природе своей большевизм, большевистская революция, это антибилитарная революция. Да нет, мы говорим сейчас не о большевистском политбюро Менинском, а уже о том политбюро, которое послевоенное было. Олег Витальевич, вы как исторический контекст российский ставили политбюро. Видите, чисто технологически, конечно, политбюро, в нем можно найти много элементов, которые позволяют сравнивать его с любой руководящей узкой структурой. Совершенно верно. Структурой, которая выделяет из себя лидера, и при этом лидер опирается все-таки на своих соратников. Структурой, которая символизирует преемственность власти, которая символизирует традиции власти. Эти функции политбюро, кстати, тоже выполняло. Ведь мы прекрасно помним, кто решал вопрос о том, кто станет следующим лидером страны. Это делало именно политбюро, и это считалось нормальным. А кто бы еще мог это делать тогда, если бы не было политбюро? Политбюро и его члены символизировали собой сначала революционную легитимность власти, кстати, возможно, именно поэтому Сталин всех уничтожил. Политбюро, если хотите, символизировало определенную эффективность власти, поскольку туда входили люди, которые управляли наиболее значительными комплексами народного хозяйства, культуры, идеологии. Их причастность к политбюро как бы символизировала, что это люди эффективные, и вот что они могут, они обладают необходимой и легитимностью, и правами, чтобы эти все вопросы решать. Поэтому вопрос ставить таким образом, вот я бы не рискнул, насколько было эффективно политбюро. Оно было эффективно в той мере, в какой была эффективна сама система. Потому что оно отражало эту систему и было нормальным институтом в этой системе. А если в мировые какие-то аналоги искать, это что, только идиократические власти, как Китай, например, ЦК КПК сегодня, или ЦК Трудовой партии Кореи? Да, наверное. Если о буднях Советского политбюро граждане практически ничего не знали, то видеофрагменты заседаний Китайского политбюро можно даже увидеть по телевидению. Руководящему органу Компартии Китая приходится быть более открытым для общества. На сегодняшний день туда входит 25 человек, из которых 7 составляют так называемый постоянный комитет, еще один орган внутри политбюро. По данным западных телекомпаний, члены политбюро Китайской Компартии не имеют никакой крупной собственности и после выхода на пенсию живут на 900 долларов в месяц. Так все, что было прожжено октябрем, после него, вот такого идиократического государства, но до этого они только были по Рогвая, да, в каком-то там, 16 веке, вот, вот такое идиократическое государство. Вот понимаете, вот я как-то думал, конечно, может, несколько кощунственно сказать, но вот этот опыт Ленина и опыт большевистской партии, это все равно, если бы Иисус Христос и его апостолы вдруг решили для внедрения своего вот нового иудаизма захватить власть в иудеи и силой принуждать потом всех этих несчастных граждан, чтобы они следовали заповеди Христа. Вот что такое Ленинская революция, мои дорогие. Вот это образ вот такой, когда идеологизированные люди, живущие, они верили, наверное, точно верили в эту идею, вдруг решили воплотить ее в жизнь при своей жизни любыми средствами. А насколько это понимали западные аналитики? Специфики Советского политбюро, советской жизни и даже укорененности ее в сознании людей, они не учитывали. Они все-таки смотрели на все глазами человека, которые выросли в рамках вот этой их цивилизации. И поэтому мне такое... Ведь не случайно никто из кремленологов не мог предсказать распад СССР. Это же историческая правда. Никто. У нас более значительную роль, может быть, чем факторы структурные, играл всегда фактор личностный. И политбюро в значительной степени, конечно, отражало в том числе и это обстоятельство нашей власти, эту специфику нашей власти. Личности именно генерального секретаря, а не отдельных членов политбюро. Да, и генерального секретаря прежде всего, конечно. И поэтому, а вы знаете, когда речь идет о том, какими мотивами руководствуется человек, это всегда гораздо сложнее предсказать, чем предсказать, какими мотивами руководствуется структура. 28 июля 1941 года советские войска вынуждены были оставить Смоленск. В суете отступления и вопреки всем инструкциям из города не смогли эвакуировать сверхсекретный архив областной организации ВКПБ. После войны Смоленский архив стал главным источником для западных специалистов по Советскому Союзу советологов. Что происходит за железным занавесом, отделяющим страну Советов от остального мира? Узнать это за границей было непросто даже специалистам. В 1930 году один из первых советских невозвращенцев, Борис Бажанов, опубликовал на Западе книгу «Воспоминания бывшего секретаря Сталина». Так впервые приоткрылась политическая кухня Кремля. Фрагмент воспоминаний Бажанова. «Каменев, а вы, товарищ Сталин, что вы думаете по этому вопросу? Как завоевать большинство в партии?» «Сталин, знаете, товарищи, что я думаю по этому поводу?» «Я считаю, что совершенно не важно, кто и как будет в партии голосовать. Но вот что чрезвычайно важно, это кто и как будет считать голоса». В своей книге Бажанов обвинял бывшего босса в давлении, слежках, прослушивании телефонов оппонентов и даже тайных убийствах. В то же время историки не спешили доверять слишком субъективным воспоминаниям Бажанова, который якобы единолично написал устав партии. Однако до Второй мировой войны, кроме мемуаров невозвращенцев, других серьезных источников о политике Кремля не было. В 1945 году американцы обнаружили смоленский архив недалеко от разрушенного Мюнхена. В ангаре авиационной части десятки историков и политиков разведки начали изучать секретные документы ЦК и директивы Сталина. Частично наружу вышла правда о коллективизации и массовых репрессиях. В те же годы стартовал так называемый Гарвардский проект. Сотни бывших граждан СССР, военнопленных, власовцев и просто беженцев дали интервью социологам о жизни простых людей в Советской России. Смоленский архив и Гарвардский проект помогли формированию новой науки об СССР. За 20 лет, с 1950 по 1970 годы, только в США было подготовлено более 5600 бакалавров и 2500 магистров по специальности советология. Уже в 1960 годы стал очевиден родовой грех советологии, или кремлинологии, как ее чаще называли. Известный историк-русист Стивен Коэн отмечал, история и политология были в ней практически неразделимыми дисциплинами. Рубиновые звезды Московского Кремля были одним из символов страны советов. Но дать ответ, что решат кремлевские вожди по тому или иному вопросу, они не могли. Поэтому советологи анализировали все доступные источники – газеты, официальные фотографии и кинохронику с участием членов Политбюро. За такую легковесность коллеги-историки называли советологов кремлевскими астрологами. Я хочу сказать, что Политбюро и его лидеры, ведь даже когда осуществляли определенные повороты, например, как Сталин в конце 20-х годов, или как Горбачев, вот уже на нашей памяти, они ведь никогда не делали это, так скажем, одномоментно, без определенной подготовки, а вовлекали и страну, и аппарат во все это достаточно постепенно. То есть технологически это также работало вполне рационально. И поэтому очень часто даже те, кто в принципе имел бы какие-то выражения, он как бы не успевал их сформулировать, понимаете? И уже события вели людей за собой, а не люди вели события. Поэтому тут это тоже надо учитывать. Ведь Горбачев, когда пришел к власти, ведь он не сказал так, ну все, значит, вот мы сейчас партию долой, там социализм долой, наоборот. Он укреплял. Он как бы укреплял. И он был, и в этом смысле, это на самом деле идеология шестидесятничества. Все шестидесятничество. Отсюда вот и отношение к Бухарину. Вы помните, что вот если бы Бухарин остался жив, был бы другой социализм. Он жил как простой, в общем, советский человек, вот этими мифами, этой идеологемами. И не было у него желания изменить, разломать систему. Он был на самом деле в шоке. Был вот переходом Горбачева в идеологии, в политбюрговцы, как и по ССС, был как бы разлом. Два пути. Или вот эта группа Косолапова, Гришина и Романов частично продолжать строительство коммунизма. Эта проблема превращать колхозы в совхозы. Коммунизацию, поднимать уровень в обчисление средств производства. Или идти путем в Восточную Европу, в том числе, допустим, Венгрии. Или Китая в рамках колхоза, вводить семейный подряд, развивать товарно-денежные отношения. У меня такое ощущение, что все-таки и Андропов, ну, Андропов уже и не было тогда, но Громыко, который, в общем, поддерживая, стояли, все-таки на точке зрения, что продолжать вот эту тактику развернутого коммунизма нельзя. Что нужно спасать то, что есть, за счет вот превходящих механизмов. И вот, если бы, вы правы, если бы не было этого настроения, что вот путь прямого строительства коммунизма тупиковый, они бы, наверное, Горбачева не избрали бы. Ну, подводя итог нашей беседы, вы знаете, я понял для себя в течение вот этого вот почти часа нашего разговора, что бюро было невероятно адекватно, как я понимаю, адекватно задачам власти, и было эффективно или неэффективно, ровно в той степени, в которой сама советская власть была эффективна или неэффективна. И в этом отношении это очень традиционная структура, и можно только надеяться, что особые папки и архивы Политбюро будут открываться, и, соответственно, в вашей работе будет гораздо больше способов исследовать сущность российской власти. Благодарю вас за участие в этом разговоре. Олег Витальевич Хлевнюк, Александр Сергеевич Цепко. Это была программа «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня. До встречи на телеканале «Россия культуры». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова